привет друзья вот смотрите какая интересная вещь если ситуация значимая ну там экзамен встречи там с каким-то человеком важно от чего зависит что-то то напряжение растет почему потому что напряжение обеспечивает скорость перебора решений до перебор решения чем выше напряжение тем выше скорость перебора решений но личных вариантов что будет если так поступишь так скажет какой будет ответ какая реакция то есть по существу это моделирование образа будущего как бы эксперимент но мозг для чего устроен для того чтобы ты мог моделировать и возможные последствия своих поступков своих деяний и оценивать их связи с чем мы учимся тому чтобы оценивать их через призму общечеловеческих ценностей мы же люди у нас человеческие качества значит мы вот это моделирование производим через призму общечеловеческих ценностей так это и же по существу общения это очень интересная вещь смотрите я смотрел как разинский выступает когда он говорил что если люди если страна например не оценивает свои ошибки не обсуждаете то получается что она все время постоянно из века в век наступает на собственные грабли и в этот момент вот так потому что это как и выученный урок и глазки засветились потому что он в этот момент общается с вечностью да а кто твой редактор с кем ты внутри себя общаешься когда ты принимаешь какие-то решения когда ты задумываешься и вот тут очень интересно что когда у тебя суета в мыслях когда вот очень высокое напряжение и ты перебираешь разные варианты иногда ты зацикливаешься ну как зависает компьютер и тебе надо снимать лишнее напряжение вот если ты его до конца снимешь ты выходишь из суеты безмятежность и вот это состояние там ты тоже общаешься с вечностью до интересно правда да так весь вопрос в том что человечность человечность мы же вместе создаем науку человечности такой вот человечность это когда ты изобретаешь принимаешь какие-то решения совершаешь какие-то поступки деяния свои через призму высших человеческих ценностей если ты это так делаешь значит редактор у тебя в голове в твоем мозге которые рецензор твой или как там можно сказать самый высший в религии это называется бог у нас в науке называется в науке человечности человеческие качества но откуда они происходят мы же безмятежности их находим когда мы выходим на состояние без суеты без стресса состоянии безмятежности и там у нас вот в этом состоянии нуля когда у нас полный баланс то есть обнулились все претензии тела в душе все долги отданы полное внутреннее равновесие безмятежность покоя гармония то в этот момент эта точка старта к позитиву потому что происходит восстановление а поскольку человек по природе своей творец это у него в геноме эволюции 8 8 8 так развита потому что через фильтр много тысячелетний принцип подбора путем перебора по закону сохранения энергии ты стал таким и поэтому когда ты вышел на состояние безмятежности у тебя включается через этот 0 твоем геноме человек позитив то есть творец поэтому я говорю бог человек это творчество вот как интересно то есть когда ты в очень высоком напряжении тебе надо снимать лишний стресс чтобы не залипать не зависать не застревать это ты делаешь иногда разными способами но метод ключ для этого обнуление нужно для того чтобы выйти на чистое состояние когда подведен нулевой баланс чтобы ты мог снова начинать свое восхождение ну как здорово все до встречи друзья но там не забудьте чувство ответственности потому что человек это ответственность потому что когда ты мы об этом потом поговорим